Доброе утро, Иисус! 3 января, на дворе вторник, снега не наблюдается, но мы продолжаем путешествовать по книге Библии. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония, Иезекииля, 28 глава, 15 стих. До тех пор, пока все сотворенные существа были преданы любви, во всей Божьей вселенной царило совершенное согласие. Исполнение воли Творца приносило радость небесному воинству. В отражении его славы и в возвещении его достоинств они находили высшее удовольствие. А поскольку Бога они любили превыше всего, то и друг к другу относились с искренним дружелюбием и бескорыстием. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной гармонии. Но настала перемена в этом счастливом царстве. Некто злоупотребил свободой, дарованной Богом всем существам, и грек зарядился в том, кто после Христа был возвеличен Богом превыше всех, кто обладал наивысшим могуществом и славой среди всех небожителей. Люцифер, сын Зари, святой и непорочный, был первым среди осеняющих херувимов. Он находился рядом с великим Творцом. И неприходящие лучи славы, окружающие вечного Бога, озаряли его. Постепенно Люцифер начал вынашивать себе стремление к самовозвышению. Несмотря на то, что окружающая его слава исходила от Бога, этот могущественный ангел начал смотреть на нее как на собственную. Недовольный своим положением, хотя он и был возвеличен превыше всех небожителей, Люцифер осмелился добиваться славы, подобающей только единому Творцу. Вместо того, чтобы направлять любовь и верность всех небесных существ к Богу, он стремился заставить их преданно служить Ему. Желая славы, которой безграничный Господь окружил своего сына, этот князь ангелов домогался власти, принадлежащей только Христу. Князь ангелов собирался оспорить верховную власть сына Божьего, дабы таким образом подвергнуть сомнению мудрости и любовь Творца. Для осуществления этого плана требовалось сосредоточить всю силу его незаурядного ума, который позволял ему занимать среди воинства Божьего одно из самых первых мест после Христа. Но тот, кто всем сотворенным им существам дал свободу воли, не оставил ни одну душу беззащитной перед запутывающими измышлениями, которыми мятежник пытался оправдать себя. Прежде чем начнется великая борьба, все должны были получить ясное представление о воле Господа, чья мудрость и благость являлись источником всей их радости. Субтитры создавал DimaTorzok Совершенство Твоё Совершенство Твоё Не имеет границ Я ценю каждый миг жизни с Тобою Ты без силе моё Утираешь с ресниц Наполняешь меня верой живою Я предвкушаю красоту поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный год поклоняюсь я Святостью своей Осени меня теплотой согрей Сила я до морей Ничего не цене твоей совершенной любви Совершенство Твоё Не имеет границ Я ценю каждый миг жизни с Тобою Ты без силе моё Утираешь с ресниц Наполняешь меня верой живою Я предвкушаю красоту поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я предвкушаю красоту поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный год поклоняюсь я С лятостью своей Осени меня теплотой согрей Силой одари Ничего не цене твоей совершенной любви Совершенный год поклоняюсь я С лятостью своей Осени меня теплотой согрей Силой одари Силой одари Ничего не цене твоей совершенной любви Совершенный год поклоняюсь я С лятостью своей Осени меня теплотой согрей Силой одари Ничего не цене твоей совершенной любви Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный год поклоняюсь я С лятостью своей Осени меня теплотой согрей Силой одари Ничего не цене твоей совершенной любви Совершенный год поклоняюсь я С лятостью своей Осени меня теплотой согрей Силой одари Ничего не цене твоей совершенной любви Ничего не цене твоей совершенной любви Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Глава третья Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину, правда ли, что Бог запретил вам есть плоды какого бы то ни было дерева в этом саду? — Мы, — ответила женщина змею, — можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которое среди сада. О них сказал Бог. Не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. — На это змей! — возразил женщине. Нет, не умрете вы, но знает Бог, что в день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши, и станете вы такими, как Он, знающими и добро, и зло. Женщина увидела, что плоды этого древа хороши, кажутся вкусными, радуют взор, и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней. И тут открылись у них глаза. Они увидели себя ногими и сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев. А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от него за деревьями сада. «Где ты?» — позвал Господь Бог человека. «Услышал я, как ты идешь по саду», — откликнулся тот, — и испугался. «Ведь я наг, потому я и скрылся». «Кто сказал тебе, что ты наг?» — спросил Бог. «Ты ел плоды того древа, с которого я запретил тебе есть. Жена, которую ты дал мне в спутнице, дала мне плоды этого древа, и я ел их», — промолвил человек. Господь Бог обратился к женщине. «Что же ты сделала?» «Змей обольстил меня, и я ела», — ответила женщина. «И сказал Господь Бог змею. За то, что ты сделал это, из всех зверей и скота всякого ты понесешь на себе такое проклятие. На животе ползать ты будешь, и всю жизнь прах будешь есть. И сделаю так, что между тобой и женщиной враждава царица, и между потомками вашими продолжатся. Ее потомок будет разить тебя в голову, а ты его в пяту». И женщине сказал он, — «Многие тяготы беременности твоей уготованы мною тебе. В муках рожать детей будешь, стремиться будешь мужем своим владеть, а он властвовать над тобою будет». Адам уже сказал, — «За то, что ты послушался жены своей, и отведал плода того древа, о котором тебе было сказано, не ешь плоды его. Проклята земля за тебя, плоды ее будут доставаться тебе трудом тягостным все дни жизни твоей. Колючки и сорняки произрастит она тебе, и будешь питаться травой полевою. В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Адам назвал жену свою Евой, ведь она — прародительница всех живущих. После того Господь Бог сделал Адаму и жене его одежды из шкур и одел их. И сказал Господь Бог, — «Теперь, когда человек стал, как один из нас, знающим добро и зло, да не будет того, чтобы он, протянув руку к древу жизни, срывал его плоды, ел их и жил вечно». Изгнал Господь Бог Адама из сада Эдемского и послал его возделывать землю, из которой тот был взят. Изгнав первых людей, Бог поставил с восточной стороны сада Эдемского херувимов и огненный меч, острие которого, сверкая, обращалось во все стороны, дабы охранять путь к древу жизни. Тысячи лет Я устраивал войны, посылал голод, болезни и бедствия. В общем, выполнял свою работу качественно, пока не понял, что все это полумеры, обычные смертные печали, которые вы слишком быстро забываете. Знаете, почему я решил все изменить? Ребенок. Все изменил обычный ребенок. Я увидел и осознал элементарную вещь. Отними у ребенка что-то и получишь конфликт. Отдай. И он будет счастлив. И захочет еще. Элементарная мысль помогла мне сделать человека рабом вещей. Отнимать у вас дом, семью, детей. Да я мог и так и делал. Но это оказалось недостаточно эффективно. Но вот давать что-то. Совершенное оружие. Против которого вы так ничего и не смогли придумать. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Новый телефон, модные джинсы, респектабельная машина. И все. Ради этого вы сломаете себе хребет, а он у вас тонкий. Путешествия. Чтобы посмотреть, в каких домах живут другие, какой хлеб они едят. И привезти себе еще больше ненужных вещей. Шоппинг. Чтобы подруги завидовали. Потому что у них другое имя на бирке трусов. Бесконечные пробки. Только ради того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Секс. Это отдельная статья о ваших душевных расходах. Открытая грудь, красивые бедра, призывный взгляд и все. Ваши придуманные ценности уходят. А если еще это можно купить, тут даже моей помощи не требуется. Вы готовы удивлять даже меня. Вы уничтожаете себя сами. И это прекрасно. В какой вселенной существа пожирают друг друга из-за побрякушки. Семьи разваливаются из-за недостатка вещей в шкафу. Или сын ненавидит тех, кто дал ему жизнь просто потому, что не получил денег на новую приставку. Теперь представьте свою жизнь из мобильного телефона, из компьютера, из новой машины. И вы поймете, о чем я. Человек слишком глубоко увяз в моей системе. И эта система совершенна. Она стала моим лучшим проектом. И последним пристанищем для вас. Только вот вселенная требует гармонии. Если где-то слишком много темноты, она должна быть уроновешенной. Теперь мне придется уйти. Я победил, но я больше не нужен. Так бывает. Это будет новый мир. И вы будете скучать по мне. Я ухожу, но моя сущность остается с вами. Спасибо вам за это. Почему я это? Считайте это прощанием. Да, и у меня есть еще одна просьба. Пожалуйста, ничего не меняйте. Мы тут поспорили с одним парнем. Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. У меня есть еще очень много интересных проектов для вас. Увидимся. Или нет. Сможете ли вы измениться? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Существует ли дьявол? Люди — существа сотворенные, наделенные интеллектом и волей. Они были созданы, чтобы участвовать в жизни Бога, потому что они могут познать Бога и ответить на его любовь своей любовью. Но человек, к сожалению, выбрал нечто совсем другое. Об этом мы уже говорили. Он не единственное существо, наделенное разумом и волей. Не только он может познать и полюбить Бога, а также участвовать в божественной жизни. Существуют еще и ангелы. Человек, к сожалению, не единственное творение, которое считало себя значительным и центром вселенной. Были также ангелы, которые воспротивились Богу. И это, конечно, не пошло им во благо. Эти ангелы, как и люди, потеряли божественную дружбу. Их называют падшими ангелами или дьяволами или демонами. Имя Люцифер или Сатана часто используется для их предводителя. Так, кое-что мы уже знаем. Теперь у меня есть две новости — хорошая и плохая. Плохая заключается в следующем — дьявол действительно существует. Он, может быть, не имеет рогов, копыт или красных колготок, но падшие ангелы существуют на самом деле, о чем ясно свидетельствует Библия. Время для хороших новостей. Реальность не такова, какой хотели бы в Голливуде. Некоторые фильмы показывают Землю как поле битвы между добрым Богом и плохим Богом — дьяволом, а мы как бы посредине. Но на самом деле это не так. Нет хорошего Бога и плохого Бога — дьявола. Существует только один Бог — и Он добрый. Бог сотворил существа, способные участвовать в жизни Бога, но они не должны выбрать это свободно. Я не могу никого заставить меня любить. Любовь требует свободы, и эта же свобода позволяет отвергнуть общение с Богом. Люди, как ангелы, способны на лучшую, настоящую любовь, но и на худшую, в себе любивый эгоизм. Вот это и есть дьявол и демоны. Реальность может быть немного пугающей, но нет никаких причин для беспокойства. Дьявол и демоны всего лишь творения, как и мы. А это означает, что они никогда не смогут одолеть Бога. Вкусая, вкусив мало меда, и все аз умирают. Ты слушать исповедь мою Сюда пришел Благодарю Все лучше перед кем-нибудь Словами облегчить мне грудь Но людям я не делал зла, и потому мои дела Немного пользы вам узнать От душу Можно рассказать Я Мало Жил И жил И жил В плену Таких две жизни За одну, но только полную тревог Я променял бы, если б мог Я знала Одной лишь думы власть Одну, но пламенную страсть Она как червь во мне жила И сгрызла душу И сожгла Она мечты мои звала От келей душных и молитв В тот чудный мир Тревог И битв, где в тучах Плячутся скалы Где люди Вольны Вольны Как орлы Я эту страсть Во тьме ночной Вскормил слезами и тоской Ее пред небом и землей Я ныне громко признаю И о прощенье Не молю Старик Я слышал много раз Что ты меня От смерти Спас Зачем Угрюм И одинок Грозой Оторванный Листок Я вырос В сумрачных стенах Душой Дитя Судьбой Монах Я никому Не мог сказать Священных слов Отец И мать Конечно Ты хотел Старик Чтоб я В обители Отвык От этих Сладостных Имен Напрасно Звук их Был рожден Со мной Я видел У других Отчизну Дом Друзей Друзей Родных А у себя Не находил Не только Милых душ Могил Тогда Пустых Не тратя слез В душе Я клятву Произнес Хотя На миг Когда-нибудь Мою Пылающую Грудь Прижать С тоской Груди Другой Хоть Незнакомой Но Родной Увы Теперь Мечтания те Погибли В полной Красоте И я Как Жил В земле Чужой Умру Рабом И Сиротой Меня Могила Не страшит Там Говорят Страдание Спит В холодной Вечной Тишине Но С жизнью Жаль Расстаться Мне Я Молот Молот Знала Ли Ты Разгульной Юности Мечты Или Не знал Или Забыл Как Ненавидел И любил Как Сердце Билось Сильней При виде Солнца И полей С высокой Башни Угловой Где Пускай Теперь Прекрасный Свет Тебе Постыл Ты Слаб Ты Сед И От желаний Ты Отвык Что За нужда Ты Жил Старик Тебе Есть в мире Что Забыть Ты Жил Я Так же Мог бы Жить Жить Люцифер Был самым величественным И прекрасным Ангелом до своего Восстания Против Божьего правления И только Возлюбленный Сын Божий Пользовался Большим почетом Чем он На его лице Как и у других Ангелов Отражалось смирение И счастье Его Высокий и широкий Лоб Свидетельствовал О могучем Интеллекте Он был совершенен Во всем Его манера и движение Выражали внутреннее Благородство И величие Лицо сияло Каким-то Особенным Светом Озряя все Вокруг Этот свет Был ярче и прекраснее Чем тот Который исходил От лиц других Ангелов Находившихся Вместе с ним На небе И все же Христос Возлюбленный Сын Божий Был несравненно Величественнее всего Воинства Небесных ангелов Он был един с Богом Отцом Еще задолго До того Как были сотворены Ангелы Люцифер Стал Завидовать Сыну Божьему И постепенно Присваивать себе Власть Принадлежавшую Только Христу Великий Создатель Собрал всех Небожителей Чтобы в их присутствии Оказать Особую честь Своему Сыну Он возвел Сына на свой престол И сонмы Небесных ангелов Окружили их Затем Отец Объявил Что отныне По его воле Христос Является Равным ему И теперь Присутствие его Сына Означает Присутствие Бога Слову Сына Отныне Надлежало Повиноваться Так же Как и Слову Самого Отца Он наделил Своего Сына Властью Господствовать Над всем Небесным воинством Могущественный Творец Подчеркнул Что его Сын В тесном союзе С ним Будет участвовать В предстоящем сотворении Земли И всего Населяющего Его Бог объявил Что Христос Будет всегда Осуществлять Его волю И намерение И ничего не будет делать Самостоятельно От себя Именно в нем Исполнится воля Отца Люцифер Испытывал ревность И зависть Однако Когда все ангелы Поклонились Христу Признавая Его превосходство Его верховную власть И законное право Управлять вселенной Люцифер Вместе со всеми Преклонился Перед ним Но сердце его Было исполнено Ненависти И зависти Затем на небе Состоялся Особый совет Где Бог Отец Посвятил Христа В свои планы Но Люцифер О них ничего не узнал Он не понимал Да ему Не было позволено Знать Божие намерения Христос же Был признанным Всеми небесными Ангелами Владыкой неба Поскольку обладал Такой же силой И властью Как и сам Бог Люцифер считал Что среди всех небесных Ангелов Он является Божьим любимцем То что ему доверено Высокое положение Не вызвало в нем Чувство благодарности К своему создателю Ему хотелось Стать равным Самому Богу Он упивался Своим величием Считая что Ангелы Должны почитать его Ему было доверено Особо почетное дело Он обитал вблизи Всемогущего Творца И как никто другой Мог созерцать лучи Немеркнущей славы Окружающей Вечного Бога Ему приятно Было размышлять О том С каким удовольствием Радостью и усердием Ангел исполняет Все его повеления Разве его одежды Не сияют славой И великолепием Почему же тогда Христос удостоен Большей чести Чем он Недовольный И снедаемый Завистью К Иисусу Христу Люцифер Покидает место Непосредственного Присутствия Отца Затем он Собирает всех Небесных ангелов И тщательно Маскируя Свои подлинные Намерения Излагает им Суть своего Недовольства Настоящей причиной Которого Является Никто иной Как он сам Представив себя Обиженным Он рассказывает Всем о том Что Бог Пренебрег им Не по праву Возвеличив Иисуса Далее Он раскрывает Перед ними Мнимое Последствие Отныне Пришел конец Сладостной Небесной Свободе Которой Наслаждались Ангелы Так как Теперь Над ними Поставлен Еще один Властелин Которому Они должны Впредь Рабски Что Он больше Никогда Не поклонится Христу Что Он добьется Тех Почестей Которые По праву Якобы Предназначались Изначально Ему Ангелы Стали активно Обсуждать Создавшееся Положение Для многих Было очевидным Что Лецифер И его сторонники Пытаются Изменить Принципы Божьего Правления Во Вселенной Причина Их Недовольство И несчастье Было то Что они не могли Проникнуть вглубь Его непостижимой Мудрости И понять Для чего Он возвысил Своего Сына И наделил его Безграничной силой И властью Они Они Восстали Против власти Сына Верные Богу ангелы Прилагали Огромные Усилия Чтобы Образумить Люцифера Поднявшего Восстание Против Творца Вселенной Они Не усматривали Ничего Противозаконного В том Что Бог Наделил Христа Божественной Властью И убеждали Люцифера И его сторонников В правоте Бога Они Приводили Самые Веские Доводы Стремясь Доказать Люциферу Нисколько Не уменьшились После того Как Отец Возвеличил Своего Сына Доходчиво И ясно Они Сыном Божьим И существовал Вместе Со Своим Отцом Еще задолго До того Как были сотворены Они Ангелы И что Он всегда Находился Одесную Отца И никогда Прежде никто Не оспаривал Его власть во Вселенной Где Христос Был не деспотичным Правителем А кротким И любящим Владыкой Чьи повеления Отнють Невластное Приказание А ласковые Просьбы Исполнять Которое Доставляет радость Всем небожителям Снова И снова Верные Ангелы Убеждали Мятежного Люцифера В том Что Бог Особым образом Почтил Христа В их присутствии Нисколько При этом Не уменьшив И не принизив Его честь и достоинство Которым и прежде Он был наделен Со слезами На глазах Они горячо Убеждали этого Херувима Отказаться От своих Злобных Намерений И вновь Покориться Воля Небесного Отца Ведь до этого Все во вселенной Находилось в мире И совершенной гармонии А неповиновение Дворцу Неминуемо Привело бы К самым губительным Последствиям Однако Люцифер Отказался Даже слушать Он Отвернулся От несогласных С ним Презрительно Назвав их Рабами Верные Богу Ангелы С ужасом Наблюдали Как Люциферу Удается успешно Осуществлять Свой Мятежный Замысел Своим Последователям Он обещал Что ведет Новая И более справедливая Формы правления Гарантируя всем Полную свободу И многие ангелы Поверив ему Признали в нем Своего предводителя И повелителя Видя что его Восстание против Божественного правления Набирает силу Люцифер Тешил себя Надеждой Что вскоре Все ангелы Перейдут На его сторону И тогда он Станет равным Самому Богу А все небесное воинство Будет беспрекословно Исполнять его Властное повеление Верные ангелы Пытались Переубедить его Они Предупреждали его О губительных Для всей вселенной Последствиях Которое может Привести это упорное Неповиновение Богу Они уверяли его Что тот Кто создал небесных Ангелов И властью Лишить их всех Полномочий И божественной силой Положить конец Этому дерзкому И ужасному Восстанию Подумать только Сотворенное существо Выступает Против своего Творца И не желает Повиноваться Восстание 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 Конфликта Чтобы В этой борьбе каждому предстояло сделать свой выбор на глазах всех небожителей. Было весьма небезопасно позволить кому бы то ни было из примкнувших сатане ангелов оставаться на небе. Им предстояло извлечь урок из того, к чему приводит сознательное противление неизменному закону Божьему. Если бы Бог прибегнул своей силе для наказания этого дерзкого мятежника, то не обнаружилось бы, кто еще из ангелов поддержал Люцифера в его восстании. Поэтому Бог поступил иначе, ибо Он желал явить свою справедливость и суд всему воинству небесному. Таким образом, именно этот светоносный ангел, Люцифер, удостойный Божьей славы, представший перед престолом Творца, нарушив его закон, стал сатаной, противником. Война на небе Восстание против Божьего правления было величайшим преступлением. Казалось, все небо пришло в движение. Ангелы выстраивались в подразделении, во главе каждого из которых стояли высшие по рангу херувимы. Не желая покориться власти Сына Божьего, владыки неба, стремясь к самовозвышению, в угоду своему тщеславию и чистолюбию, сатана начал войну против закона Божьего. Всему небесному воинству было ведено явиться и предстать перед Отцом, чтобы каждый мог высказать свое мнение. Тогда сатана стал бесстыдно говорить всем небожителям о своем недовольстве тем, что Бог возвеличил не его, а Иисуса Христа. Самодовольный и гордый, он требовал, чтобы его почитали как равного Богу и посвятили в сокровенные Божьи намерения. Однако Бог сообщил сатане, что свои сокровенные намерения он откроет только своему возлюбленному Сыну. Вместе с тем Бог потребовал, чтобы все небожители, в том числе и сатана, полностью и беззаговорочно повиновались Христу, после чего сатана стал вести себя так, что его дальнейшее пребывание на небе стало невозможным. Когда Люцифер понял это, то с ликованием указал на своих сторонников, составлявших почти половину всех ангелов, и воскликнул, «Они тоже со мной? Может, ты желаешь и их изгнать с неба и разделаться с ними, как со мной?» Затем сатана во всеуслышание объявил, что он готов до конца сопротивляться власти Христа и отстаивать свое место на небе, противопоставив его могуществу и силе свою силу. Верные Богу ангелы плакали, слыша дерзкие слова сатаны и его хвастливое заявление. Бог был вынужден объявить всем, что сатана и его сообщники не могут больше оставаться на небе, и счастливая и благополучная жизнь была обусловлена только полным послушанием закону, которым регулировали взаимоотношения всех разумных существ. Но закон не предусматривал спасение тех, кто осмелился нарушить его. Сатана становился все смелее, продолжая свое восстание и всячески выражал свое презрение к закону Творца. Отныне сатана просто не мог смириться с существованием этого закона. Он утверждал, что ангелам вообще не нужен никакой закон и что они имеют право свободно следовать своим желаниям, которые якобы всегда выливаются в хорошие поступки. Сатана заявлял, что закон Божий ограничивает их свободу, и поэтому главной целью поднятого им восстания является упразднение этого закона. По его мнению, ангелы заслуживали лучшей участи. Однако Бог, установивший закон и возвысивший его наравне с собой, рассуждал иначе. Счастье всех небожителей обуслабливалось на их полном послушании этому закону. У каждого ангела было свое определенное дело, и пока сатана не поднял восстание, на небе царил совершенный порядок и полная гармония во всех их действиях. Так на небе началась война. Сын Божий, князь неба и его верные ангелы вступили в борьбу с мятежным Люцифером и его сторонниками. В этой открытой борьбе победил Сын Божий с верными ему ангелами, а сатана и его сообщники были изгнаны с неба. Тогда все небесное воинство воздало хвалу и поклонилось справедливому Богу. На небе не осталось ни малейшего следа восстания. Вновь наступил порядок, мир и согласие. Небесные ангелы скорбели о судьбе тех, кто прежде разделял с ними безмятежную радость и счастье и кого теперь так не доставало на небе. Отец посоветовался с Сыном относительно немедленного осуществления своего намерения сотворить человека для обитания на земле. При этом было решено, что прежде чем наделить его бессмертием, необходимо испытать его верность. Если человек выдержит определенное Богом испытание, то впоследствии станет равным ангелом. Он будет пользоваться милостью Божией и свободно общаться с ангелами, а они с Ним. Бог не хотел лишать человека свободы воли и выбора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новый год Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любовь дарит счастье и дарит улыбки Любовь покрывает обиды и боль Любовь прощает другому ошибки Надеется, верит и ждет Новым годом вам желаем добра Счастья и радости вашим сердцам Пусть вас Господь на пути сохранит И год грядущий благословит Новым году вам желаем добра Счастья и радости вашим сердцам Пусть вас Господь на пути сохранит И год грядущий благословит Новым году вам желаем добра Счастья и радости вашим сердцам Пусть вас Господь на пути сохранит И год грядущий благословит Новым году вам желаем добра Счастья и радости вашим сердцам Пусть вас Господь на пути сохранит И год грядущий благословит Счастья и радости вашим сердцам Субтитры создавал DimaTorzok